Друзья, привет! Мы с вами продолжаем работать с короткими историями на английском языке и сегодня разбираем историю A Million Dollar Son. Сын на миллион долларов. История рассчитана на студентов с уровнем английского beginners. Разберем полезную лексику, послушаем носителя английского языка, поговорим на английском комментариях. Как всегда, рабочие листы к данному уроку вы можете скачать по ссылке, который есть в описании. Итак, друзья, короткая история A Million Dollar Son. Давайте сначала послушаем, как данную историю прочитает носитель английского языка. He then collected the $32,000,000. He bought four houses for himself. He bought 10 cars for himself. He bought his mom a new car. He moved her into one of his new houses. He gave her $125,000. He invested the rest of the millions in stocks. He said, Mom doesn't know how to manage millions of dollars. I'm protecting her from herself. I'm protecting her from con artists. Mom said, shame on him. It's my money to spend as I like. I thought I raised him better than this. I'll see him in court. Вот такая вот история, друзья. Интересная ситуация. Давайте переведем текст и разберем полезный словарь на запас. She won the jackpot. Она выиграла jackpot. Her lottery ticket was worth $32,000,000 after taxes. Ее лотерейный билет стоил $32,000,000 после налогов, да, после снятия налогов. Taxes переводится как налоги. She presented the ticket to the lottery officials. Она предоставила свой билет официальным представителям лотереи. Они попросили ее подписать его. They asked her to sign it. She was too nervous to sign it. Она очень нервничала. Она была слишком взволнована, чтобы подписать его. To be nervous переводится как нервничать, волноваться, да, о чем-то. She asked her son for it to sign it for her. Она попросила своего сорокалетнего сына подписать билет вместо нее. He didn't sign her name ticket. Он не написал на билете ее имя. Он подписал его под своим именем. He signed his name. He then collected the $32,000,000. Затем он забрал $32,000,000. Он купил себе четыре дома. He bought four houses for himself. Он купил себе десять машин. He bought ten cars for himself. Он купил своей маме новую машину. He bought his mom a new car. Он перевез ее в его новый дом. He moved her into one of his new houses. В один из своих новых домов. He gave her $125,000. Он дал ей $125,000. Все остальные миллионы, которые у него были, он инвестировал. He invested the rest of the millions in stocks. In stocks переводится как в наличии, да, то есть предложение следует дословно переводить так. Он инвестировал остальные миллионы, которые у него были. In stocks, которые у него были в наличии. He said, mom doesn't know how to manage millions of dollars. Мама не знает, как управляться с миллионами долларов. Я защищаю ее от ее самой. I'm protecting her from himself. To protect переводится как защищать. Я защищаю ее от мошенников. I'm protecting her from con artists. Con artists — устойчивое выражение, которое защищают мошенники. Mom said shame on him. It's my money to spend as I like. Мама сказала, позор ему, это мои деньги, чтобы тратить их как я захочу. It's my money to spend as I like. I thought I raised him better than this. Я думал, что я воспитал его лучше. I'll see him in court. Я увижу его в суде. Court переводится как суд. Друзья, вот такая вот история. В комментариях напишите на английском языке, что вы думаете о данной ситуации, как бы вы поступили на месте сына, допустим. Давайте постараемся развить данную историю, пообщаемся в комментариях. Еще раз пробежимся по лексике, которую вам следует вынести с данного урока. Lottery officials — официальные представители лотереи. To sign — глагол переводится как подписывать. To be nervous — нервничать, волноваться. To collect — забирать. In stocks — или in stock, можно еще сказать, в наличии. То есть, когда что-то у вас есть в наличии, можно сказать in stock. In stock. To manage — управлять. Shame on him. Позор ему. What do you think about this situation? Say a few words. Друзья, я надеюсь, вам понравилась данная короткая история. Подписывайтесь на мой канал, если не хотите пропускать новые видео уроки. Учите английский язык. Берегите себя. Пока!